Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут, а это реакция на сериал Эскорт. Чуть не сказал Шикер. Шестая серия, ты без меня никто. Как вы думаете, кто это мог сказать? Я думаю Мухтар. Что у нас тут? Любовный треугольник. Сара мутит Садилем. Мне кажется, у них все будет хорошо. Короче, давайте посмотрим, потом поболтаем. Зарина. Посмотрим. Только что на меня напали и избили. Вот, следы побоев. Это произошло после того, как я посетил один дом, в котором убили мою сестренку. Сын владельца дома сказал, что отец внезапно хочет продать этот дом. Ни с кем не посоветовался. Никто об этом не знает. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Это я. Извини, что по... Привет. Привет. Что случилось? Ужас. А, это хорошие новости. Мой подозреваемый отправил своих людей. И они напали на меня. И что они сказали? Сказали, чтобы я не лез не свое дело. Чтобы я завязывал. Значит, я на правильном пути. Тебе в больницу надо, ты весь в ушибах. Да нет, нормально. Просто нужно обработать раны. Я помогу. Где у тебя аптечка? А вот, вторая полка шкафчика. Вот козлы, да? Они даже не знают, что они помогли мне. Такое ощущение, как будто они уже... Они могли это сделать через пару дней. Чересчур явно. К тебе девушка пришла. Теперь-то я точно не отстану. Ну да, ну да. До конца пойду. Конечно. Сейчас, как сейчас. А, тихо. Прости. Давно меня так не били. Не надо больше. Подойди, посмотри мне в глаза снова. И сейчас ты горишь. Контраст. С нами что-то не так. Ответ на губах. На губах твоих. И смысл ты и меня дал. Я тебя ждал. Тебя ждал всю жизнь. Я сейчас страх потерял. И бипец себе фортанул, что кошка открыта. Или это он открывал. Хотя... Алло. Ты где? Ты так тихо ушел. Я просто не хотел тебя показать. Почему ты говоришь шепотом? Я в том доме. Адели, это же может быть опасно, если они тебя сейчас найдут. Сара, я не знаю, это дело. Подожди, Адели. А, я тебе кое-что сказать хотела. А, в общем... Потом. 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 Сара, привет. Привет. Султан! Доча! Погода сегодня такая солнечная. Решили вот позавтракать на улице. Класс. Как ни в чем не бывало вообще. Айсаруша, ты меня прости, пожалуйста, за вчерашнее. Маме, ты меня прости. У меня проблемы на работе, на нервах. Я все понимаю. Я же сама в большом городе жила. Мне спокойно там. Да, неспокойно. Прости, что обидела. Да, я понимаю. Но, Айсара, когда я узнала, сколько ты денег выслала отцу, я испугалась. Ты же понимаешь, я не переживу, если узнаю, что ты что-то плохое делаешь. Я понимаю, мам. Меня же в больницу увезут. А потом ты будешь высылать деньги мне на похороны. Мам, зачем ты такие вещи говоришь? Мама, потому что... Главное. Главное оставаться достойным человеком. Мы с отцом вчера поговорили. Да, действительно, мы очень мало времени уделяли семье и... И вам. Но теперь упущенное уже наверстать невозможно. Пожалуйста. Не повторяйте наших ошибок. Да, мам, ты права. Айсара, замуж когда тебя будем выдавать? Ну все, мам. Хочется внуков понять. Ладно, мамуль, я побегу. Мне пора. Ладно, дочь, беги. Удачного тебе дня. Спасибо, люблю тебя, мам. Прикольный переход. Погуляйся, я тебе еще кукол куплю, хорошо? Надо делиться с сестренкой. Лейла. Здравствуйте. Иди погуляй. Это мама. Присаживайтесь. Я Сара. Приятно познакомиться. Лейла. Извините, что внезапно. Мне больше не к кому обратиться. Ясно. Но есть такие люди, психологи. Говорят, они разбираются в таких вещах. Не думаю, что у каждого есть подходящий жизненный опыт. Значит, ты планируешь уйти из бизнеса? Планирую. Но, кажется, просто так меня оттуда не отпустят. Конечно, не отпустят. Пока ты приносишь деньги, они будут тебя использовать. Пока ты не опустошилась, они будут выжимать из себя все стоки. То есть, просто так исчезнуть я не смогу? Конечно, нет. Знаешь, что случается с девочками, которые надолго остаются со своими мамочками? Они либо умирают от наркотиков, либо от рук клиентов. Ну, либо сами накладывают на себя руки. И что, нет шанса уйти? А что там? Ну, почему же? Ну, рост муж какой-нибудь карьерный. Ты можешь просто выкупить себя. Но это будет дорого. Ты молодая. Или достучаться до сердца своей работодательницы. Поговори со своей наставницей. Узнай цену выкупа. Ну, или оставь кого-нибудь за место себя. Нет. Я никого не хочу приводить в этот бизнес. Могу я узнать, как вам удалось уйти и завести семью? Я так же, как и ты, очень рано поняла, что сейчас я не в деньгах. Встретила того самого человека. Но заплатила за это большую цену. Какую цену? Это моя цена за свободу. Ну, кажется, я понял. Блин, вообще бессмертный. Он еще без маски. Там по-любому есть камеры видеонаблюдения. Ты уже ушел оттуда? Да, ушел. По струкзеям. С какого? Я нашел там телефон. Включился. А может, это их телефон? Сейчас проверим. Вряд ли. Тут исходящие всего два номера. Надо проверить их. Будь, пожалуйста, поаккуратнее, ладно? Конечно. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Все, хорошо. Ну, все, я закончил. Давай увидимся в кофейне у нас за тебя. Угу. Давай. Все, выезжай. Мне кажется, его сейчас просто так не отпустят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обидю тебя, Мухтар! Муха! Всё понял, Мухтар Казарыч. Отвези меня, Казария. А может, вы позвоните сначала? Может, её дома нет? А где она? Она рабочая. Ты меня отвези, я сейчас скажу, чтобы она больше никогда в жизни не работала. Всё-всё понял. Давайте, посторожнее. Тупая. Такс. Нет трубы. А я не понял, ты куда собралась? По делам и что? Ты что, совсем уже поехал? Ты куда? Да. А если брат был бы здесь? Да мне похер. Охренел, что ли? Слышь, ты что так со мной разговариваешь? Ты без меня никто, понятно? Да ты меня достала своими похождениями, блядь! Я тебя сколько раз просил, блядь, не спать с мужиками! Ты как была маленькой шаловой, такое осталось! Молодой человек, может вы зайдёте внутрь? Просто холодно, вы вот так давно стоите. Как? Холодно говорю, может зайдёте? А, да-да-да-да, сейчас. В том телефоне, который я нашёл. Ужасная концовка. Просто кошмар. Чё он к ней не зашёл, а я думал он типа к ней поднимется. Так, ладно. Кошмар, концовка ужас. Упустил, может быть я момент этот, но она знает где он живёт. Не припомню я, чтобы они там как-то говорили. Друг-друг адрес. И тот тогда к ней пришёл, откуда он знал где она живёт. Ну, может там нарыл как-то информацию ещё. Я не знаю, он вообще какой-то фартовый. Пробрался в итоге через забор, перелез к ним домой. Видно то, что ручка какая-то поломанная или чё ли, но не закрыто окно было. И он спокойно пролез. Ну, как глупо было лезть в чужой дом, вообще в такой охраняемый, без маски. Чё? Чё? Какого чёрта? Чё? Сара, конечно, переживает. Ну, непонятно почему. Мало ли, вдруг нароют чё-чё и так далее. Ну, походу, в следующей серии что-то узнаем. Мама, конечно, вообще красава. Позвонила, как ни в чём не бывало. Чё-то начала болтать. Только потом начала извиняться. Разговор уж, ну, такой, типа, должен был быть этот разговор, конечно. Чтоб они помирились, ля-ля-ля. С этой девушкой, которая уже, ну, покинула, так скажем, бизнес. Скорее всего, у неё просто забрали любимого человека. И это была её цена. Потому что она сидит с двумя детьми, по-моему, с ненькой. Мне кажется, всё-таки, там прям, убили его, короче. Вот. Так, нашёл телефон, вон, в ящике. Ну, как он понял, что надо взять этот телефон? И этот телефон лежит в ящике. Такое чувство, как будто он должен был там лежать. И они ждали, когда он к ним придёт. Я не знаю, какой там план у этой женщины. Но она наблюдала, типа, за ним. И я думал, что, ну, его встретят и остановят. Но она его не остановила. Хотя, мне кажется, у неё связи есть. Не остановила. Ну, типа, он стоял возле их дома, можно сказать. Она могла там, я не знаю, позвать охрану и чтобы его поймали и так далее. Но ей, короче, это на руку играет всё. Выходим-то опять мы к Саре, благодаря этому телефону. Не знаю. Калима ещё хочет, чтобы она с ним рассталась. Этот Мухтар пьяный. Ну, так и понятно было то, что это он скажет ей эту фразу. Блин, и она ждала, короче, этого Адиля. Ну, почему не смотришь ты в глазок, а? Как ужасно вообще. Просто ужас, какая некрасивая сцена в конце. Сжали эту Сару. Почему он к ней не поднялся? Ну, он же уже поднимался к ней. Ну, поднимись ты, камон. Ммм, ну, да он. Так, ну и судя по всему он... А, кстати. Смотрим видео какое-то в конце. У меня есть высказывание, которое нравится. Успех — это когда счастливый случай совпадает с подготовленностью. Для актёра немаловажен этот самый счастливый случай, иными словами, удача. Ну, естественно, к этому нужно быть готовым, по моему мнению, работать над собой, над своими личностными качествами. Ну, естественно, прокачивать свои актёрские навыки. Верить, желать, ну и работать до тех пор, пока не получится. Возможность примерить на себя огромное количество характеров. судеб, профессий, побывать в разных эпохах. Вчера я играла Леди Анну, 15 век. Сегодня играю эскортницу Сару из Алматы. В 21-м. Я думаю, это жутко интересно. Я не знаю. Если у кого-то есть какие-то способы и методы, делитесь, буду признательна. Мама смотрит каждую серию. Она в восторге, ей очень нравится, а вот папа — нет. Я однажды взялась прочитать комментарии и наткнулась на один. Там говорили, что я отвратительно играю. Просто какая-то актриса дешёвого кино. И на этом я решила завершить и больше стараюсь не читать. Ну, к хейту я отношусь, в принципе, я никак не отношусь. Нормально. Он всегда был, есть и будет. А это профессиональная тайна. Любовь, к сожалению, не купишь. Отсутствие стабильности. Плётка. Ни то и ни другое. Выбор есть всегда. Уят — это насиловать детей, убивать безвинных, обманным образом отбирать жильё у стариков, издеваться над животными. Если я правильно понимаю слово «яд». Но она уже пошла, хоть и втайне против воли своих родителей, так что нет. Спешу вас разочаровать. Во всех постельных сценах участвовала дублёрша. Так что эта упругая попка в сцене, к сожалению, не моя. У меня тоже ничего. Мне нравятся интеллектуально развитые парни, чтобы с ними можно было поговорить на разные темы. С хорошим чувством юмора, заботливый, обязательно умеющий слушать и щедрый. Как жаль, что это нельзя совместить в одно. Чтобы молодой и богатый адель. Ну, наверное, адель. Молодой адель, однозначно, да. Адель? Наверное, однозначно. Дисциплина побеждает талант. Меня стали узнавать на улицах. Ко мне подходят, фотографируются со мной. Это, кстати, приятно. Пока. Наверное. Так, ну чё. В общем, неплохая, конечно, серия. Но, повторюсь, очень грустная, печальная концовка. Седьмую серию мы посмотрим на следующей неделе. А пока, как вам реакция? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok